Самарская вода Самар не нуждается, есть небольшая численность, которая требует улучшения, но здесь будем решать региональные финансированные. Самарская вода идеалу не соответствует по жесткости. Чтобы от этого несоответствия избавиться, нужны очистные сооружения. Деньги на их строительство регион может получить по национальному проекту экология. Все, что задумали, должны реализовать до 2024 года, а проекты масштабные. Например, строительство и реконструкция более 100 километров сетей водоснабжения. Качественной водой обеспечат больше 400 тысяч жителей региона. Проект приняли на заседании областного правительства. Решение вопроса водоснабжения возможно не только на сегодняшний день в рамках национального проекта экологии, в рамках программы «Чистая вода», но и по другой программе, принятой на государственном уровне, это программа комплексного развития сельских территорий. На получение 21 миллиарда рублей заявку уже отправили. Главам областных министерств в ближайшее время необходимо встретиться с представителями муниципалитетов и определить приоритетные объекты, которые нуждаются в финансировании в первую очередь. Такой список все ведомства должны подготовить до 1 августа. Это необходимо для того, чтобы материальная поддержка была адресной и можно было решить как можно больше проблем. Это и чистая вода, водоводы, это и котельные, блочные модульные котельные, там где их нужно менять. Это и объекты здравоохранения, детские сады, школы, культурные объекты. Новые очистные сооружения должны появиться в Большой Черниговке. В Отрадном тоже планируют строительство канализации. На эти нужды муниципалитеты будут брать бюджетный кредит сроком на 3 года под низкий процент. Деньги в долг понадобятся и Клявлинскому району для подготовки к холодам. Правда, там планы не такие масштабные, поэтому средств нужно на порядок меньше. Займ будет сроком на год. На Клявлинские земли планирует прийти крупный инвестор, поэтому сейчас в приоритете района закрыть все долги и не ударить в грязь лицом.